Всем привет! Вы же знаете меня. Я считаю, что любой запрет порождает горячее желание его нарушать. Ну и, соответственно, еще больше запрет. И так до бесконечности по цепочке. Одесский мэр запретил скутера. Файер! Ошибся. Не скутера, а скутера. Электроскутера на трассе здоровья, которую так любят многие одесситы для пеших прогулок. В последнее время очень много и часто стали устраивать гонки на различных скутерах, электроскутерах и так далее, и так далее. Оказалось, городской голова думает об одесситах. Кто бы мог подумать? Особенно, когда начинает все расцветать, травка и погода, солнышко выходит. На трассе здоровья не протолкнулся. Что, собственно, стало сутью проблемы. Оказывается, одесситы на арендованных электроскутерах, ладно, на своих, рассекают по трассе здоровья на недопустимой скорости абсолютно бесшумно. Но это же никуда не годится, нужно взять и запретить. А с другой стороны, их можно понять, ведь трасса здоровья это единственное место в нашем городе, где реально остался асфальт, по которому можно ездить. Ну, типа, знаете как, трасса здоровья, ну, значит, ходите пешком. Не, ну, максимум, знаете, крутите педали. Ну, и постановка вопроса достаточно простая. Типа, трасса здоровья только для здоровых людей. Пускай это тоже только по предъявлению, например, справки, там, ну, или анализов. Да в конце концов, по ставке она входит терапевта, пускай проверяет все. Мы создавали, и трасса здоровья всегда служила диссидом для активного отдыха. И вот, по большому счету, получается так. Или крутить педали, или бегать. А кто подумает о моем больном медицине? А, мэр подумает, скажите мне. Это очень важный вопрос. Мы готовимся к новому сезону, и вот мы должны обеспечить безопасность диссидов, которые будут активно отдыхать на трассе здоровья. Но это, правда, касается, на самом деле, не всех, ведь люди, которые ездят оптом, могут и ездить и дальше. Услышав о такой инициативе городского головы, сошел с рельсов, цитирую, на ровном месте, одесский трамвай. А с другой стороны, давайте поддержим инициативу городского головы. Почему бы и нет? Давайте запретим еще что-нибудь. Ну, например, давайте запретим балконам и частям фасада падать на головы диссидам и калечить их. Давайте запретим морю вымывать одесские склоны и создавать обрушения, оползни и так далее. Давайте запретим песку вымываться с наших пляжей. Давайте, давайте запретим деревьям, например, знаете, выпиливаться по ночам самостоятельно. Ну и разрешить нужно тоже что-нибудь. Ну, как, для баланса. Давайте разрешим что? Прежде всего, разрешим арендаторам пляжей пускать туда одесситов, пенсионеров, да и туристов. Бесплатно, разумеется. Давайте разрешим строить почти в линии прибоя высотные отели. Это же красиво, в конце концов. Давайте разрешим появляться по ночам на месте самовыпленных деревьев красивым мафом. Короче говоря, все для одесситов и туристов. Приезжайте, посмотрите. Пока еще что-то осталось. Многие туристы приезжают в Одессу для того, чтобы насладиться традиционной, аутентичной одесской кухней. Ну, рыбки там поесть, жареной. Приезжайте, конечно, но не удивляйтесь, что так все дорого. Ведь рыба-то в основном у нас привозная. Продолжение следует...